Всем доброго дня! Сегодня в этот ноябрьский день решил в очередной раз совершить поездку в лес за грибами. До этого несколько раз ездил и можно сказать, что пустую. Больше 5 литрового ведёрка грибов за одну поездку мне не приходилось набирать. Еду с надеждой, что наберу побольше, чем предыдущие разы. Этот год не очень урожайный на грибы. На улице пасмурная погода, это не помеха. Только что в такую погоду плохо собирать грибы, так как в лесу плохая видимость и грибы тяжело обнаружить. Придётся усиленнее напрягать зрение, чтобы обнаружить прячущиеся под свет фойе и веток грибы. Итак, приехали и пойдём в лес в поисках грибов. Захожу в лес и разглядываю по сторонам. В поле что-то выделяется среди фойе и веток осветлённые. Подойду, посмотрю, что там такое. Разгребаю хвою и под ней вижу гриб зеленушка. Этот гриб растёт только глубокой осенью. Пытаюсь его провернуть вокруг оси на выкручивание и он не поддаётся. Такие грибы с любым усилием вы не выкрутите, они быстрее всего сломаются или вырвутся с корневой системой. Но многие не собиравшие грибы поучают, как нужно их собирать. Это неприлично для человека, если ты сам это не делаешь. Учитель должен быть примером во всём. Из практики моего сбора грибов пока что мне известно. Если что не так, то извиняйте меня. Только прошу, не пишите руганью. Ни цензуру блокировать буду. Мне она не приемлется. Все моменты поиска и сбора грибов запечатлевать я не буду. Чтобы не оказаться тем учителем, которым многое может и не понравиться. Смотрим на осеннюю природу мелодию. Кому извиняйте меня. Кому извиняйте меня. Кому извиняйте меня. Кому извиняйте меня. Кому извиняйте мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И всем хорошего здоровья и благополучия Всего доброго, до свидания